Так у нас зима, сегодня 24 февраля. По поводу нашего эксперимента с хлорелой. Ну я могу сообщить, что процесс идет уверенно. Я очень рад, что этот эксперимент показал, что таким образом можно запускать хлорелу, а именно хранить ее в песке, в влажном песке всю зиму. И вот еще зимой я ее успешно запускаю, наращиваю клетки хлорелы. Это очень важно, потому что этим можно заниматься еще в зимнее время, когда солнечные дни, даже в мороз я выношу хлорелу, этот бутылек на солнышко, потому что искусственный свет никогда не даст возможности получить именно ту хлорелу, которая будет жить в природных условиях, без всякой, скажем, стерильности и каких-то особых условий. В отличие от той хлорелы, которую вы покупаете в магазине, которую нужно или просто невозможно иногда адаптировать к вашим условиям. Вот видите, хлорелла растет там. У меня как все было, я ее не закрывал ничем. Там попали всякие палочки и все остальное. И она прекрасно развивается. Пенопласт есть, попал. Данный прием технологический наконец-то позволит упростить весь процесс выращивания. Дальше это, кстати, гумишол, которым я буду подкармливать эту хлорелу. Значит, достаточно пол чайной ложечки на вот эту емкость воды, как минимум на три дня. Но в тот момент, когда я ее наращивал, этого вообще не нужно делать, просто налить воды. Так как тогда, когда зимой я ее ложил на хранение, я это сделал, добавил пол ложечки гумисола именно в песок и перемешал немножко с водой. И воду слил. Как вы видите, хлорелла вот внизу она. Там он есть. Это точно хлорелла. Нету, я в прошлом году показывал, там появлялся всякий шум. Видите, все чисто. Сейчас я попробую. Ее нужно периодически взбалтывать. Когда она интенсивно растет, то выделяется кислород. Ну, сейчас только маленькие пузырьки. Вон, сверху видно. И вообще, я думаю, для того, чтобы она стабильно развивалась, скорее всего, нужно добавлять песочек при ее проращивании. Потому что это как бы дополнительная пища. Вот видно там, на песочке это темное, это как раз и есть гумисол. Я думаю, будет видно. В общем, этот способ работает. Потому что всего много слов разных. А вот тех технологий, приемов технологических, которые действительно работают, их очень мало. Я вам дарю такую информацию. Пользуйтесь. Хлорелла очень нужный продукт. Она содержит 64, большинство из 60 углеводородов. Это в лабораторных условиях. Из нее получают нефть. Когда хлорелла ложится на листья винограда, томатов, то она покрывает пленкой защитной. Даже волосы покрываются. У меня все это на сайте есть. Ну, я буду дальше экспериментировать. Если у кого есть предложение,